всем привет привет я сделала перед этим анонс нашего прямого эфира те кто будет смотреть в записи обязательно досмотрите до конца вот у нас лена присоединилась леночка нажми вот давай мы сейчас тебя присоединяйте со мной должна появиться у нас такой дубак здесь это вообще катастрофа все осень наступила леночка дорогая моя мне первым делом мне конечно же бы хотелось бы чтобы ты больше рассказала про себя поэтому знаешь первый вопрос который я хотела привет привет первый вопрос который я хотела бы тебе задать это вообще откуда ты и как ты оказалась там где то есть ну вообще я кубанчиха на самом деле да в краснодаре 15 лет я родила ребенка своего мальчика и мы переехали муж оказался из мяса когда он он приехал сюда он был старше но он не понял что я старше так как я кубанская девчина да да мы с ним познакомились и он меня увез на урал я очень долго там привыкала не могла привыкнуть но все-таки три года подряд мы ездили туда-сюда потом мы переехали вот затем так случилось то я но занималась спортом я всегда если уж на то пошло то это было и маленький ребенок вместо гантели и в общем да 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 у тебя вообще трое танечка можно было гантели были ого го ну и вот так потом мы с мужем так получилось что мы развелись но я осталась еще жить на урале а потом мы решила что я хочу домой и приехал я территория лен а слушай а как ты пришла алё плохо звук потерялся в профессию как ты пришла одно дело заниматься другое дело именно работать до в профессию я пришла я говорила уже что я занималась очень много всегда мне нравилась медицина я почему-то думала что я буду медиком но он так как я начала потом чгпу зачем-то экономикой управления и всегда у меня было две профессии но я арендовала школу не знаю как то там на менделеева я забыла как она называется какой-то лицей там вела тренировки для девочек и одна я ходила на тренировку это наталья кочнева вы наверное все знаете прекрасно нашими тренер которая меня сделал из меня конфетку после родов вот наша вообще потрясающая конечно женщина она тоже я к ней пришла потому что я пришла в сама заниматься раскачалась как хочу тогда трениров не было ну и я пошла к наталья я ходила пилатес потому что какие-то групповые тренировки и я все время так ходила и она однажды говорит лен проведи пожалуйста тренировку у нас как бы заболела тренер я говорю да не вопрос ладно я раз провела вторую раз девочки еще и надо почему ты не занимались то есть я начала вести потом я просто это все преобразовал получила образование а но первой моя была дисциплина это пилатес пилатес это здоровый позвоночник это йога мы учились йоги здесь приезжал к нам на райдер по моему на маш городке называется уж забыла индус знаю помню это да 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 он терапевт врач и он живет в москве вот он нас обучал мы обучились этому а потом меня заметила моя тренер лариса рассказывала бодибилдинг а она меня заметила идеальные пропорции пошли качаться я говорю слушай ну пошли вот если мы пошли я выступала на межрегиональных соревнованиях и в чехии ничего себе как ты прям ты спортсменом была ты медали зарабатывала я и сейчас спортсмен ну я я про другое про то что ты не просто вот как но обычно девочки любят там позаниматься фигуру в порядок вести то ты ничего себе поняла пилатес я тоже изучила потому что у меня всегда побаливала спина болела я на это внимание не обращала как бы думала там ну ладно я вообще у меня детство кости эти болят и поэтому я к спорту привита с детства вот и что я хотела сказать и пилатес мы проходили первый второй уровень это в турции у нас был в алании приезжала да из москвы и я его изучила достаточно хорошо что помогло мне потом в дальнейшем ну как бы разобраться спиной да вот этот вот тяжелый случай случился вот а ты вот про него расскажи потому что я прям шоке была когда ты вот немножко мне там рассказала потому что люди многие не думают что все смертельный случай не пойду заниматься и бесполезно и все остальное нет нет это мы же знаешь расплачиваемся за свое прямохождение вот такими грыжами протрузиями мы же не то что там кошечки собачки определили вес тела на самом деле грыжи у многих людей это генетически это не то что мне сразу а вот и там железки тягала да наоборот железки мне помогли не рассыпаться грубо говоря понимаете потому что мы чуть не корсет укреплен спина болела с беременности потому что ранее беременности у меня видимо ну как-то позвонки я не знаю вообще я дальше углублялась это генетически может быть нет уже родных никого и я поэтому мне давно осталась одна и мне не у кого спросить там может быть у мамы но я не помню что такое было там бабушки ну вот и значит грыжи это не повод то чтобы вам не заниматься грыжи протрузии есть у всех можно конечно не доводить до того чтобы теперь удаляли это уже как твой организм я просто слишком ходила по острию я все забивала ставила блокады выступала и просто попалась на том что я отдела высокий каблук и пошла на день рождения к подруге и просто утром больше я не встала но я опять же пошла на работу ну в общем с мрт меня уже на коляске и сказали как ты вообще ходил вот две недели там пытались они что-то со мной делать но это все бесполезно потому что грыжа была очень но их можно долго рассказать раз она была повернута в сторону позвоночнику и вот такая и химическая боль что у меня отказала нога вот ну ничего проапеллировали и потом ну и сказали все забудь ничего но я же не сдаюсь вот 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 я кстати меня мне подарили палочки вот эти вот там знаешь скандинавская я с ними естественно немножко позанималась я все-таки пыталась посмотреть как что мне нужно но я пару раз попадала так что меня скручивала и я думала что опять рецидив потому что позвоночник как был больным да допустим он так и остался а остальное все так и осталось поэтому им нужно заниматься это питание это не набор веса ни в коем случае и я сама пришла к тому что я поняла что моему телу надо я поняла какая мне нужна какие движения это все методами проб я никому не рекомендую это делать конечно самим вот но найти правильного реабилитолога или хотя бы человека который тренер да допустим который для восстановить и вот со всеми этими делами я просто сейчас я очень люблю помогать людям которые вот отчаялись такие вот все я ничего не делаю я вот уже все мне пора там девочки в 30 лет удаляют грызу очень молодая эта болезнь и я веду реабилитацию я же по-моему какой-то комплекс то разработала да но мне не хватало вот этих медицинских и я вот как-то думала что мне как ну и вот поступила в медицинскую кстати скажи потому что арена у нас медицинский поступила и учится еще там это вообще умница да я учусь потому что мне очень интересно чтобы на самом деле быть компетентной уже в этом вопросе да я да чтобы помогать ну и работу как раз таки предложили мне в больнице работать лфк вести а у меня нет этих знаний класс пошла да ты наша умница вот какое у нас золотое прям тут это золотое звено тут есть каждый прям вообще ленка скажи пожалуйста еще такой момент еще какие у тебя виды в тренировок которые ты проводишь людям расскажи всем привет привет отправляйте эти как его сердечки нам расскажи какие еще виды тренировок ты делаешь пилатес пилатес да первый второй уровень третий где есть кровать пилатес я на нее не училась это новского вот эти тренажеры этого нет у меня здоровый позвоночник лфк растяжка но я опять же это раньше там три шпагата шпагаты вообще не рекомендую девочки не садитесь на шпагат можно потихонечку растягиваться но это очень долго рассказывать не нужно особенно у кого есть такие особенности как гиперплазия да вот всех позвонков то есть ты вся такая гнущаяся а ты еще больше себя тянешь то есть не нужно но все-таки я веду эту дисциплину потом я веду тайбо веду силовую это что такое скажи пожалуйста это тренировка с элементами кто из мяса помнят они я в папиллоне вела там у нас была огромная группа и все девочки им очень нравилось потом я вела колонетик был такой статическая потом я веду ну в общем-то всякий разный функционал функциональные тренировки естественно железки готовлю к соревнованиям функциональные тренировки скажи пожалуйста пару слов функциональный тренинг тем что мы допустим занимаемся в обычной жизни функционал наклонилась поднялась прибралась вот как это мы все делаем неправильно и там набор таких упражнений допустим которые при которых пульс держишь в одном режиме там допустим там ну пусть там 90 или чуть выше у кого бывает хотя не очень это рекомендуется то есть в определенный набор упражнений которыми ты это наклоны тут же приседы тут же функционал она тренирует твою выносливость и сердечную мышцу танцы зумбу я вела сейчас нельзя да тверк немножечко но сейчас хвостом нельзя крутить поэтому я не может пожалуйста ты работаешь вот индивидуально например человек предположим тебе обращается ты ему составляешь комплекс упражнений под него я только индивидуально персонально умница вообще круто то есть считаю что групповая тренировка я могу взять на группу но это могут быть танцы это может ну пилатес пусть будет два человека потому что на самом деле когда вы ходите на групповые тренировки и там есть приседы тот же самый hot iron с весом тот же самый травмируете свои колени потому что тренер ну просто не успевает смотреть за вашей техникой и я отошла от этого я лучше полностью человеку мне нужна отдача смотреть как он себя ведет тренировки потому что у всех сейчас сталкиваюсь просто молодежь вся больная весь мышечный карте слабые колени да колени все жалуются вообще что-то с коленями можно сделать но что вот у нас марафон женщина попросилась говорит у меня проблемы с коленями ну я хочу сказать что конечно да но колени это спина это сразу спина это позвонок это либо грудной либо тазобедренные у нас же тело оно шелковая нить да ой ткань вот ты вытащила одну ниточку и все она покосилась вся то есть здесь нужно смотреть первопричину посмотреть что у нее с коленями подбирать комплекс да у меня тренируются девочки которые на укрепление то есть я использую тренажеры которые в зале но не для как скажем да там с весом рогусики о мне нельзя железками подождите все можно но нужно это для укрепления тот же тренажер сгибание разгибание если вам можно нет никаких скидств и чего-то это укрепить коленочки смотреть надо смотреть у человека анализы анамнез собрать как что из-за чего у него лена можно еще вопрос такой смотри предположим я понимаю классно было бы жить рядом с тобой ты бы нас всех поставила бы на ноги сделала бы конфетками но все-таки на расстоянии есть возможность вот отследить и отработать человека то есть все равно показать какие-то определенные упражнения показать как это сделать ты так работаешь я работаю онлайн но можно конечно на группу но нужно собраться более здоровым если у человека прямо вот действительно если честно и быть конкретные да проблемы есть патологии где то есть то лучше выходить вот так онлайн как мы с тобой допустим но на тренировку прямой эфир где я смотрю за техниками это очень видно где я поправляю человека прежде я с ним разговариваю мы налаживаем его питание но чтобы я не пишу диеты у меня нет такого я просто тебя знакомлю правильным продуктами которые ты можешь сочетать и как ты можешь вообще от кулинарного вот этого мусора избавиться все то есть это заменить нет такого что я тебе сказала вот ты не ешь и ты потом депрессуешь вообще нам женщинам нельзя говорить нет это будет все наоборот это будет да потому что у нас так мозг нужно женский тренинг он отличается хоть и говорят что нет мужской нет но на другой планете поэтому нам нужен такой подход чтобы самих себя обмануть да понимаешь да 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 надурите а то у нас же всякие при вкусовые и привержен то что мы хотим все время же мы куда-нибудь кто что-нибудь но хотим каждая женщина хочет чего-то это да минимум этот наш гормон акситоцин привязки он у нас развит очень сильно нежели у мужчин поэтому нам вот так вот так сложно как мне нравится то то что у нас такой такой костяк шикарный лена я дарья мы ух прям друг друга наполним занимается такими вещами мне вот очень интересно я я бы вот прям вообще бы ее послушала бы тоже ну послушаешь вот она кстати здесь да ну да привет что хочу сказать еще фаберлик да вот девочки я не успеваю кушать я сейчас ну на самом деле не рекламирую потому что я в своей жизни и нл и еще что-то о функциональном питании ты кстати танец и огромное спасибо ты посоветовала да мне вот эту тему я увидела у вас очень удобно ты не успеваешь покушать и чтобы тебе там не бежать не не съесть какой-то пирожок или чего-то дал говорят девчонки я не успеваю я всегда говорю есть функциональное питание она очень вкусная слушай я так наедалась и действительно с кефирчиком вот прям он просто просто отмазки наш мозг он всегда нас обманывать куда-то заводит мы я здесь не могу это я не это все можно успевать и мои смотрите прямые эфиры то я вообще за целый день могу мне кажется на другой планете очень-очень очень леночка есть еще что-то какие-то моменты чтобы ты хотела бы рассказать про себя что-то мне кажется уже уже прям просто запредельная прямо ладошки потираю я ведь тоже буду пользоваться твоими упражнениями я хочу себе сказать единственное что еще допустим добавить что я жесткий тренер но не в плане того что я буду на обратная связь если у девочки нет желания то лучше не тратить не мое время не и и когда человек отдается понимаешь он понимает осознанно что он он делает и когда начинает приходить к тренеру как будто бы я пластический хирург мне вот здесь больше здесь меньше ну я такая же тоже болтушка но люблю осознанных людей это однозначно понимаю да где я нахожусь и что я делаю да еще обо мне а что обо мне не люблю рано вставать на кота люблю рано вставать очень не люблю не могу привыкнуть за всю жизнь его и боже я как помню как я на урале вставала и тащила ребенка в садик и однажды там я плакала сидела не хотела прям ревела и уснула а он у меня ушел сам садик хорошо что не через дорогу а я не помню на жуковского какой-то садик 109 или как он вот этот вот так но вот этот минус во мне что я не могу вставать рано но встаю леночка скажи еще пару слов по поводу того что было ну вот ты сказала что тебе делали операцию да и сказали это что было и за ориентировочно за какой срок ты себя подняла что вот вот ты стала просто прям функционально ну стала я на следующий день и получила по башке от своего доктора я пыталась все делать сама кто знает да допустим не дай бог связывался с этим что грыжи там нельзя не стоять долго не сидеть три месяца в корсете ходить корсет прям ортопедический с такими штырями и больше 90 минут нельзя находиться в вертикальном положении все лежа я пыталась конечно все сама делать потому что у меня шило в одном месте и тут тебя перестроить очень сложно нужно сразу понимать да что это тебе нужно я там больше читала что-то это совсем не усидчивая но значит так надо было мне полежать просто я это приняла и подняла себя где-то ну если честно я очень рано вышла на работу и я там просто в зале валялась там постою немножко такая делаем раз легла на коврик потому что я не то чтобы я там мне скучно одной я всегда очень хорошо сама собой нахожусь но нужно было платить и за квартиру и ну честно говоря да в сочи же живем поэтому ногу я не чувствовала левую я могла знаешь если я допустим с какого-нибудь возвышенности наступаю до левой ногу я могла упасть она вообще как никунин писал ее помнишь тогда да 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 как киношки в той да да вот ну и восстановила я себя я сразу стала восстанавливать прям вот как только я домой попала я ложилась у меня даже есть видосы но там они я такая ужасно худая где я потихонечку ногу так разворачивала так реабилитологов сочи к сожалению мало нет практически я отдавалась анализы все мне из москвы присылали реабилитационную гимнастику я заплатила денег там через знакомых и начала ее делать и мне стало плохо я принесла своему нейрохирургу который делал мне операцию и вот поэтому я знаете вот даже врачи не всегда могут тебе помочь и потому что ты на расстоянии тебя никто не видит не знает тебя должен слушать и я начала себя слушать свое тело я начала смотреть как мне как мне проще но я знаю свои мышцы обычный человек обыватель он не сможет этого конечно тут обязательно должен быть консультант да 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 я понимала но это я пару-тройку раз прям меня прихватывала так потому что через три месяца рецидив да что я в 12 ночи бегом на мрт бежала и боялась что думаю ну если 2 это все мне хана потому что там остались грыжи там еще есть протрузии естественно позвоночник как был больной так он и остался над ним нужно работать я уже говорила вот ну и полностью чтобы полностью таким человеком как я была я не буду не ты не будешь если у тебя есть операция ты все время должен очень чутко относиться к своему телу ты должен понимать это ты сделать не можешь как бы ты там не хотел это сделать отказаться а что-то наоборот добавлять перевести в какой-то более лайтовый формат не нужно на пилоне как я раньше да могла бы там от на пилоне нет это нет каблу я не на нельзя просто нельзя не прыгаю не бегаю ну как бы и с весом тоже я не приседаю как раньше приседала и много упражнений которых я не делаю но я начала на себя смотреть и я не могу тебе прямо там сказать как полностью я до сих пор себя восстанавливать когда услышала что у тебя была такая операция потому что у меня у мужа я знаю что это такое когда он по несколько раз в год просто его приносили вот такого завернутого понимаешь я просто знаю как это страшно когда он повернуться не может его скрутила вот эти вот я просто знаю что это за болячка это что ты проводишь тренировки то что ты жизнерадостная веселая красивая и и понимаешь продолжаешь жить нормальной хорошей жизнью да может быть ты где-то что-то отказалась где-то что-то вот как ты сказал лайтовое отношение но я восхищаюсь потому что очень многие же ой все смертельные случаи все прилегли улеглись все жизнь закончилась меня меня вот этот сам факт что ты вот не останавливаясь пошла вперед для того чтобы жить радоваться этой жизни любить ее быть счастливой и он какие фотографии красивые это это же просто любо дорого смотреть там одна попа чего стоит это же поднимать но есть комплекс не обязательно приседать девочки которые но у нас не смотрят наверное кто работает тренажерном зале бодибилдингом занимает очень сложно было отказаться от веса я не понимала что я делаю я ничего не чувствовала я где-то психовала но все-таки подобрала под себя тренировки какие мне более комфортные у меня есть два замечательных тренера которые выводили меня на соревнования это лариса рассказывая она живет в челябинске и златоусте марат сапиулин которые готовили меня и вот они даже но особо как бы лен ну давай уже как-нибудь там потихонечку но тоже помогают мне я с ними советуюсь но в основном все равно так как они далеко я на себя смотрю и понимаю что где-то я допустим поделала я даже методом знаешь ошибки но это я могу сделать своей думаю я попробую я понимаю как располагается думаю точно вот может быть меня защимит но у меня такой характер сделаю кстати алексей меня постоянно твой ругает он меня тоже все время ругает я когда начинаю тягать вот это все он мама ну в конце концов ну что ты делаешь ну возьми ты поменьше игру мне же хочется потому что вес тяжелый но я как-то все равно сама себя останавливаю и чувствую раз ну понимаю что допустим там на пятом подходе где-то у меня я не делаю все я успокаиваюсь вообще тань у нас все в голове вот как ты воспринимаешь вот я кстати мне очень помогала книга вот возлюби свою болезнь ой я обожаю я ее очень люблю синельников да 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 возлюби свою болезнь и нужно у меня вообще в жизни уже были моменты когда я мне не помню в 19 лет что ли мне удаляли опухоль в онкологии у вас но на урале я переехала до в груди 2 и там я я там на я нашла луизу хэй я ее читала но конечно первый раз лежала там в онкологии я уже думала не знаю от чего там помру от этого или от самого ну вот этого то что там да происходит а на вторую операцию я уже шла и сразу ушла домой говорю можно пожалуйста слушай слушай я когда извини прям вспомнила я когда была на пластике делала себе в определенный момент пластику на день рождения короче себе подарок такой сделал ну чё ну трое детей это же кошмар что у меня было вот и я помню мне сделали операцию все положили от наркоза отошла встала и пошла и врач мне говорит куда поперлась он говорит ну можно но обычно у нас не встают я говорю я в туалет хочу а чё я буду кого-то просить и вот я на второй день встала и все и я стала ходить а там могу года было тоже дай бог что мне там оперировали я делала мне христюк еле разрешила там с обрамкиным сидели и думали можно ли мне поставить импланты тоже не лёха да я делала так же вставала и шла говорю все нормально я пошла до свидания леночка спасибо тебе огромное за такую искренность за откровенность я еще больше узнала тебя вроде бы знала наслышана разговаривала от алексея от ребят от моих столько слышала потому что они твои друзья я знаю что мои сыновья и не прям вот очень приятно но вот сегодня ты столько еще таких открытий открыла для нас для всех я просто скажу что мы вот до 5 числа октября запускаем марафон он платный но он стоит того потому что у нас будет очень много интересно нас будет ли она шикарный фитнес тренер которая нам очень много интересного даст я буду как диетолог и как подбор именно еды полезности буду рассказывать а дарья у нас будет именно психология именно ты это практике она будет загрузки делать то есть мы все друг друга дополним и это у нас прям вот бомба прям получается что с вами познакомилась просто я в тебя влюблена таня это я тебе точно скажу мы пообщаемся еще просто 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 я я прям вот знаешь на таких женщин мне хочется равняться на самом деле спасибо тебе огромное спасибо всем кто сегодня был с нами ставьте сердечки сейчас я прямой эфир загружу на наш youtube именно на аккаунт клуба вы сможете посмотреть вы сможете поделиться своими друзьями приглашайте у нас очень крутая команда и у нас будет очень круто на марафоне да леночка тебе уже бежать надо я девочка не стесняйтесь задавайте все вопросы что-то если психологии какой-то касается сексологии я хочу сказать я к тебе приду такая раз с веером прикрылась приходите мы знаем что на самом деле что нам нужно всем женщинам да все спасибо огромное все целую всем всем счастливо счастливо удачно тебе учиться потом расскажешь как у тебя прошли обучение все пока 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 все спасибо всем